Спустя 10 лет после выхода первого романа сегодняшний гость программы «Правда-24» выпускает завершающую книгу трилогии. «Метро-2035» Дмитрий Куповский расскажет все сам. Приветствую. Прошу вам. Спасибо. Дмитрий, прежде чем про книжку поговорить, хочу уточнить. Это действительно трилогия? Четвертая не будет или никто ничего не знает еще? Зуб даем. Точно? Вот так вот? Вот так. На самом деле, конечно, от суммы и от тюрьмы не рекомендуется зарекаться в определенных странах мира. И от трилогии, чтобы они не превратились в татрологии, тоже не рекомендуется зарекаться. Но я, мне кажется, эту тему для себя и исследовал, и исчерпал. Но ведь изначально это же не было задумано как трилогия, когда писалось «Метро-2033», это просто имелось в виду цельное предсведение. Цельное предсведение, совершенно верно. И я немножко сожалею, честно говоря, о том, что написал «Метро-2034» несколько под давлением издателей и читателей. И сейчас, по прошествии некоторого времени, вынужден признать, что вещь получилась не вполне удовлетворительной. Меня, прежде всего, вот я сейчас перечитываю ее. Я вижу, что, по крайней мере, это не роман, которым это было заявлено. В отличие от «Метро-2034» и «Метро-2035» – это вещь совершенно органичная. Я, кстати, перебью, просто я обратил внимание, что педалируется, что «Метро-2035» – это продолжение «Метро-2033», а не, как казалось бы, «Метро-2034». Абсолютно, да. Это прямое продолжение через несколько лет по сюжету и через 10 лет для меня и для страны продолжения первого романа. То есть возвращение к тому же герою и, скажем так, продолжение, завершение его жизненного поиска. Вот. 10 лет спустя для меня, повторюсь. То есть я захотел через некоторое время войти в ту же воду, в ту же реку самостоятельно и добровольно. В этот раз не было никакого удавления издателя. Но было понимание того, что сюжет, историю, всю драму, которые развернулись в «Метро-2033», необходимо переосмыслить 10 лет спустя. «Метро-2033» – это в очень большой степени книжка не только и не столько о последствиях ядерной войны и не столько приключенческий квест молодежный, сколько, ну, как мне казалось тогда, книга о том состоянии общества, в котором общество находилось. Немножко о политической фрагментации, да, и немножко вообще об отношениях… Я понял, что немножко… В известности тогда. А, тогда немножко. Тогда, в известности. А, так, так. Но надо понимать, что мне было, когда я придумывал ту книгу лет примерно 15, когда я начинал писать ее лет примерно 17… Выпустили в 25. И выпустил в 25, да. То есть, разумеется, я был очень наивен, неискушен, не подкован и малоинформирован. К тому же, частично я находился за рубежом, когда я писал. Во Франции? А? Во Франции в Германии, да. Вот, поэтому не было у меня возможности исследовать материал. Потом я вернулся в Россию, поработал, пообщался с самого разного плана людьми, и встроившимися в систему, и нежелающими в систему устраиваться, и занявшими позицию наблюдателей, и просто с обычными всякими людьми. И потребовалось около 10 лет для того, чтобы составить более-менее приближенную к реальности картину того, что, в принципе, в стране происходит, для того, чтобы на эту тему снова заговорить. Вы имеете в виду политико-экономический контекст? Не, экономический контекст я не стал бы трогать, потому что, мне кажется, он не то чтобы сильно присутствует, а политический, социальный контекст и также какие-то, знаете, умонастроения и смыслы, вот так. Ну, насколько они мне доступны. То есть я опять не претендую, разумеется, ни в коем случае на знание каких-то истин, да, но что-то я понял, что-то я понял, чего раньше не понимал. И вот это мне хотелось бы суммировать и рассказать о своих открытиях в новой книге. То есть она родилась много лет спустя, идея первая пришла ко мне в голову года три назад, и пришлось еще какое-то время с ней прожить, чтобы начать вспоминать. Года три назад, имеете в виду 12-й год, и вот события на Болотной, вот... И после Болотной, и до Болотной, и после Болотной, и более поздние события. То есть как-то суммировать свои размышления об этом, ну, в форме вот такого развлекательного, приключенческого, фантастического. Мы, кстати, с вами три года назад беседовали и очень много говорили о технологиях. Я, если я правильно понимаю, то технология несколько отличается, работа над романом. Уже такого интерактива с читателями не было, как над первым романом. Не было, не было. Но, вы знаете как, интерактив разрушает цельность произведения. Когда ты... Вы сделали это открытие спустя много лет. Да, ну, вы знаете, ты пытаешься удовлетворить всех, и в итоге не удовлетворишь себя сам, а также и окружающих тоже, потому что, ну, невозможно идти на поводу сразу у всех. И вообще, со временем приходишь к тому, что не надо стараться им понравиться, а надо прежде всего делать то, что тебе в данный момент самому кажется верным, и стараться все-таки какую-то цельную вещь создать. То есть если ты хочешь создать цельную вещь, то ты уже не можешь другим комментаторам как-то хотя бы потрофить вообще. Даже, ну, то есть я продолжаю опубликовать это все по главам, но начинаю публикацию в тот момент, когда, по крайней мере, две трети книги уже написаны. Когда я уже понимаю, к чему я веду. Там, возможно, какие-то косметические правки, но явно совершенно сюжет уже определен. И, скорее всего, определенная развязка и финал. Хотя они могут в последний момент еще меняться. Так что открытые публикации есть. Я стараюсь задействовать какие-то новые платформы для этого. Например, ВКонтакте, как и в случае с «Романом будущего» был активно использован для публикации. «Метро-2035». Фейсбук вы не используете. Фейсбук у вас совершенно для другого. Фейсбук хорош, может, для колумнистики. Ну, вы там упражняетесь. Я упражняюсь, да. Полный рост. Да, совершенно верно. Но он хорош для коротких текстов. И там такая, так сказать, аудитория мне идеологически близкая находится. Но при этом нельзя длинные тексты публиковать, нельзя присоединять музыку. Неудобно публиковать графику, картинки и так далее. При этом ВКонтакте дает возможность присоединять PDF-документы. Да, да. И у вас всегда рекомендованный трек каждому отдельному фрагменту. Мне кажется, вот для… Это ваша такая фишка. Да, да. То есть моя задача, это не то, что попытка определить какой-то свой уникальный стиль. Это просто задача как можно более широкой площади накрыть огнем, понимаете. То есть достучаться до самой разнообразной, неважной, где проживающей аудитории. Это очень важно, потому что, вы знаете, вот как раз зацеплюсь за это, в сентябре 2013 года во время ярмарки у вас была дискуссия в парке «Музеон», который наш канал транслировал. И вы там рассуждали, почему, собственно, постапокалипсис. Я тоже долго тренировался. Да, зомби-тема у наших писателей этого жанра превалирует. И вы там сказали такую вещь, может быть, и по та же ради, но я хотел бы, чтобы вы как-то пояснили, что у нас про зомби писать бессмысленно, потому что стоит выйти за границу МКАД, и там, собственно, вот эти зомби с этими походками, с этими, в общем-то… Ну, любого пивного ларька, да. Да, и лучше к ним как-то даже и не прикасаться. Ну, это такое заявление, в общем-то. Русофобское? Почему обязательно русофобское? Ну, все, что, как раз, когда ты недоволен черной стране, сразу называется русофобией сейчас. Вот поэтому и выжигается это каленым железом на лбу человек, который это сказал, и дальше… Нет, ну, здесь имеется в виду, что вы видите потребителя своей продукции или там социально близких только в границах, если не бульварного кольца Томкат. Конечно, это не так. И больше того, я вовсе не считаю, что я, если условно разделять Россию на 85 и 15 процентов, я вовсе не… А 85 и 15 имеется в виду, что 85 продерживающих партии правительства есть? Да, и 15 неверящих, скажем так. 85 процентов, которые верят телевизору, я бы так сказал, и 15 процентов, которые телевизору не верят, да. Потому что, хотя не всему, что телевизору рассказывает, они верят. Ну, допустим, 85-15. Я не пишу для 15, я пишу как раз для 85, чтобы часть из них перетянуть в сторону 15. Вот моя цель. Так скажу. Поэтому, говоря о том, что сразу за пределами МКАД начинается зомби-лэнд, я, конечно, немного… Это ваши слова. Да. Нет, я так и проговорил, что это было сказано эпатажами. Да, конечно. И в этом нету эпатажей и бравады какой-то такой интеллигентской, с презрением к людям. Я, скорее, хотел бы у людей вызвать возмущение и желание доказать, что нет, что мы не зомби, мы такие же, как вы, примите нас к себе в МКАД. Здесь не очень понятно, по каким критериям определять, вот в этом смысле, зомби или не зомби, потому что если мы исходим с того, что человек, если он верит там зомбоящику, значит, он зомби. Если он верит в Фейсбуку, значит, он прогрессивный общественный. Фейбук тоже засорен достаточно. Да? Да, мне кажется, да. Нет, Фейсбук, на самом деле, дает гораздо более широкую картину сейчас, широкую палитру политических взглядов, социальных взглядов, чем это было раньше. Это взять творчество некоторых патриотически настроенных писателей, которые исправно собирают тысячи лайков, неважно, что бы они писали. Это вы имеете в виду сейчас. Например, Захара, да, имею в виду. Да. Но про Захара Прилепина вы не так давно на днях написали. В Фейсбуке, кстати, я бы даже сказал, что это очерк, в котором высказываете такую идею, что Прилепин на самом деле готовит себя к роли Троцкого. Что он на самом деле остался революционером, таким, как он был на Болотной. Но я сейчас постараюсь вас процитировать. На площади революцион был. На Болотной были другие люди. Да. Вот. Вы меня поправите, если я вдруг неправильно воспроизведу. Но что он возглавит, значит, как бы движуху, которая возникнет, когда люди разочарованы. Повернутся против. Да. И там такая фраза была. То, что не удалось белоленточным червям, сделают обожженные ополченцы. Вот. Это такая... Так я сказал, да? Да. Я мастер слова. Вы, когда выписываете те или иные характеры персонажа, вы держите в голове какие-то оригиналы. Прообразы? Да. Людей, которых вы знаете. Безусловно. Ну, иначе, получается, големы иначе выходят. Такие без записок, понимаете, вложенных. И надо вдохновляться реальными типажами. Возможно, разговор, который я подслушал в одном месте, накладываю на внешность другого человека, да, если они подходят друг к другу. Но совсем уж конструкты не выживают. Видно, что это манекен, и подходишь к нему, постучишь, а он полый внутри. Вот. Поэтому, разумеется, необходимо совершенно вдохновляться реальными. В «Метро-2035» выписаны какие-нибудь из знакомых вам или знакомых всем, или знакомых к узкому кругу, ваших коллег, публицистов, писателей, литераторов? Нет, я не стал этим заниматься. И книга в очень небольшой степени вообще про прослойку. Она в гораздо большей степени просто про людей, про обычных людей, одним из которых, или я сам. Вот. И разговоры здесь не разговоры снобские какие-то интеллектуальные, не о судьбах отечества на кухне интеллигентской какой-нибудь, а скорее разговоры из маршруток, разговоры там с дачных участков, разговоры там из метро и так далее. То есть такие разговоры с таксистами и прочие. Вот. И не было задачи написать книгу «Подмигивание» для своих. И непонятно даже, кто свои-то вообще, если честно. В этом сложном мире. Ну, а есть единомышленники? Я не знаю, кто уже единомышленники, честно говоря. Единомышленники очень заколебались в последнее время, знаете, они несколько деморализованы. Поэтому есть ли они, остались ли они, не вполне понятно. И, ну, вы понимаете, два интеллигента, три мнения. Поэтому вот кто тут вообще, так сказать. В этой книге насилие больше, чем в предыдущих? Книга маркирована 18+, содержит обсценную лексику сцен насилия и сексуальной сцены. Вы не считаете, что, то есть я сразу на всякий случай говорю, что я так не считаю. Но тем не менее, я спрашиваю, что вы не считаете, что вот вы открываете там какие-то очередные окна овертона, вот говоря о том, что вот возможно и такой формат расчленения, условно говоря, и поступка или нет? Вы знаете, я, во-первых, я, ну, как условно адекватный человек, не считаю себя глашатым, провозвестником или провидцем. Нет задачи предсказать и нет задачи предостеречь. Да, я просто автор, который пытается из воздуха что-то взять и изложить. То есть это мои ощущения, размышления по поводу того, что происходит. Вот, ну, изложенные в форме приключенческого, интересного, фантастического романа. Но не развернется ли ад от того, что я сказал, что от развернется, я не склонен переоценивать свою значимость для русской литературы и общества. А как вообще, в принципе, вы расцениваете инициативы законодателя нашего о запретах, в частности, на нормативную лексику? Ну, как и большинство, знаете как, ну, следующим логичным шагом было бы запретить секс. То есть, ну, чем больше ты запрещаешь, тем в большей степени ты заставляешь людей чувствовать себя виноватыми и нарушающими тот или иной закон. Виноватые люди лояльны, они чувствуют свою, ну, они чувствуют свою зависимость от системы. Это тоже самый смысл в этом есть, что и в католицизме, и что в коррупции в российской. Это все система мотивации. То есть католицизм, концепция католическая, что ты рождаешься виновным и греховным, ты должен всю жизнь отмаливать своим поведением и лояльностью твой врожденный грех. Даже если ты невиннейшая, там, девушка, цветочек, адуван, то все равно ты виноват. Даже если ты монах, ты все равно виноват, тебе надо отмаливать и так далее. А система управления и лояльности российской бюрократии основана на том, что каждому человеку предоставляется возможность замазаться. И после этого, будучи замазанным, он чувствует себя виноватым. И это очень сильно в отсутствии идеологии какой-либо, кроме собирания русских земель, вот новой идеологии, старой новой идеологии, это очень сильно повышает его лояльность. Он виноват, он причастен, и за счет этого он всегда верен. То есть как только он отходит... Извините, что я перебиваю опять, но вот вы упомянули там запреты на секс, я не Орл вспомнил, а на самом деле Мизулину. Потому что мы сейчас живем во время фейков, когда был вброс такой, что Мизулина выступила с инициативой запретить в Крыму добрачный секс, в это все поверили. То есть вот, и у вас был, опять же, возвращаясь к фейсбуку... Я не знал об этом, но видите, это все накладывается. Да, в фейсбуке у вас был такой пост о депутатах наших. И, конечно, там я вот могу здесь процитировать Невзорова, который сказал, что население России делится на две большие группы, на людей, которые ненавидят депутатов и презирают их, и на собственных депутатов и членов их семей. Вот, радикальное такое заявление. Ну, у вас вот такой был пост про них написан, что достаточно длинный и страстный, который кончался, они все там кобзоны. Вот как-то мне за кобзоны-то обидно. Вам не кажется, что человек, даже если он, прости господи, депутат, если он что-то умеет делать, а Иосиф Давыдович многие вещи умеет делать... Безусловно. Ну, что, несправедливо как-то... Всех назвать кобзонами? Не каждый стал кобзонами? Не каждый заслуживает этого, чтобы быть назван кобзонами. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Почему вы выбрали именно такую мишень? Почему именно все они там кобзоны? Это был случай, когда кобзоны не пускали в Штаты, и через короткое время после ситуации с Шарли Бдо, когда все на себя вешали наклейки «Жесю Шарли», кто-то предложил там из депутатов в Госдуму повесить на себя наклейку «Жеси Кобзон». А, в этом смысле. Чем он совершенно девальвировал, да, и даже, ну, то есть, довел до абсурда саму эту идею. Что касается депутатов, то мне просто обидно, что они в своей деятельности дискредитируют идею парламентаризма в России. То есть, ну, я понимаю, опять же, исходя из того, что я вам говорил до этого, они, разумеется, совершенно лояльны. То есть, они готовы любые законы принимать. То есть, сейчас Государственная Дума и Совет Федерации – это не рудиментарные, а, как сказать, декоративные, ну, и рудиментарные тоже уже, и декоративные совершенно органы. То есть, они одобряют те решения, которые приняты на более каком-то высоком уровне, для соблюдения ритуала определенного, да, для, там, ритуала легитимизации. Вот. И просто обидно, что, поскольку ряд целых законов, принятых, наштампованных в прошлых годах, он достаточно абсурден, имеет четко выраженный запретительный характер, именно для того, чтобы заставить, там, целые широкие массы людей чувствовать себя априори нарушителями, виновными, против которых, в случае чего, могут быть применены какие-то санкции. То есть, вы считаете, что есть какая-то стратегия, а не просто, вот, желание отдельных депутатов попиариться и предложить? Ну, нет, есть желание отдельных депутатов попиариться, да, но там уже трудно разобрать, где желание депутатов попиариться, а где реальные запретительные инициативы, направленные, да. Запрет на кружевное женское бибелье, на трусики, это все-таки, мне кажется, не очень сильно. Снизу, думаете, пошла инициатива? Вы знаете, мне кажется, что они пытаются как-то, на самом деле, понять настроение. И в чем-то даже угодить. Они же народные избранники, не будем ее забывать. Ну, вы знаете, в общем, задача дискредитировать парламент, а выполнены, как и многие другие задачи, очень эффективные менеджеры политически управляют наш с вами жизнью. Ох, непростой это разговор. Я понимаю, да, не знаю, что от него останется уже. Нет, у меня останется все. Все останется? Все абсолютно останется. Даже останется, вот, у нас остается временно на... Прекрасно. ...игру. Значит, Дмитрий, в этом красном мешочке есть фишки. Вы выбираете наугад одну. Берите смело. Волнуюсь. Когда волнуюсь, чешется нос. А говорят, что к выписке. Красная. Знаете, нет, у меня... Красная фишка. Красная. Значит, вы кладете ее обратно. Красная. Мешочек, да. Все у нас было по-честному. Вы выбираете любую красную карточку. Читаете. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение? Откровенно, я вам прилепил. Нет, во-первых, он меня не точно вызывает отвращение. И я просто искренне не понимаю, зачем он делает целый ряд вещей, которые он сейчас делает. Но это пусть будет, в общем, на его совести. Вы знаете, у меня почему-то все время снятся эротические сны, снятся с каким-то анонимными людьми, которых я не знаю в реальной жизни. Это женщины, но... Вы не в тренде. Я знаю, да, но что делать. Я очень консервативный человек. Старый, консервативный человек. Вот, и, в общем, отвращение. Не было, вот я не припомню, честно, пионерская, ни одного реального какого-то персонажа, знакомого мне из моей жизни, с которым я бы занимался. Хорошо, второе вопрос. Не знаю, насколько удовлетворяющий я дал. Привел с быстрее. Вы знаете, вы сказали, что вы не понимаете, почему там Захар это делает. Я как раз понимаю, почему это делает. Мне кажется, что если бы у вас была с ним полемика, вот в таком формате, как мы говорили, вы бы, может, пришли к общему знаменателю. И мы с ним неоднократно приходили к общему знаменателю в частных беседах. Хорошо. Понимаете? Хотел бы я послушать эти беседы, голубая карточка. Голубая карточка. На подумать. Кого из родителей вы больше любите, папу или маму? Это прекрасный вопрос. Я вот часто задавал трехлетним детям, чтобы вызвать им взрыв мозга. И вот я, видимо, нагрешил. И в прямом эфире буквально я должен ответить на этот вопрос. Не думаю, что кто-либо может у него так однозначно ответить. Я бы сказал, что большее влияние на меня имеет мама, да, как на сыновей, в принципе. Вот женщина имеет, матерь имеет. И мне казалось до недавнего времени, поскольку отец очень много работал, когда я был маленький, что вообще, в принципе, он на меня не очень сильно влияет. И как бы вот, ну, эмоционально, мне кажется, что я больше к матри привязан. Но сейчас я понимаю, что многие из вещей, которые я делаю, фактически, там, в частности, печатаю какие-то истории, там, или как я себя веду. То есть я просто до сих пор воспроизвожу у тебя вещи, которые, там, двухлетний, трехлетний, четырехлетний, я просто видел в детстве все. Именно, то есть стараюсь быть похожим на отца. И есть вещи, которые ты... То есть вообще отношение с родителями, мне кажется, такая сложная вещь, которой ты себе совершенно отчета не отдаешь. И недаром люди в США ходят сутками, там, часами, годами на кушетку прикладываются, начинают рассказывать о всяких детских травмах, которых я припомнить не могу, возможно, стоит прилечь, вот, чтобы, наконец, в этом разобраться. Ты думаешь, возможно, что все твои отношения к родителям сводятся к тому, там, приедешь на каких-то выходных или нет, или, там, поможешь, там, скопать грядку или не поможешь, вот, или куда вы пойдете отдыхать, и почему не вместе, там. Но на самом деле все гораздо более глобально, и реально... И отец отвечает ровно за половину твоего сознания и души, и мать за вторую половину. И тут совершенно вещи неразделимые, которые, мне кажется, всю жизнь надо постигать. И, кстати, следующая книжка, возможно, которую я сейчас как-то вынашиваю, она совершенно уж не фантастическая, а именно попытка понять, насколько мы сами составлены, то есть я на своем личном примере, из родителей, родителей, там, из бабок и дедов, и насколько люди даже, которые ушли уже из жизни, никогда, в общем, не исчезают в нас, а продолжают существовать. И такая попытка в своем, собственно, детстве разобраться, и такая именно, что такое, маркис а-ля рюс, потому что мистицизм русской жизни, он ничем не тупает, мистицизм уже не колумбийский. Дмитрий нарушил традицию, работаем с своим третьим романом, и использовал несколько иные технологии при написании. Мы тоже решили нарушить традицию, третий вопрос Дмитрию мне задавать. Собственно, надеюсь, что у меня будет возможность задать ему вопрос, после того, как я прочитаю книжку. Вы прочитаете книжку? Обязательно, спасибо. Я вам с вами презентую. Спасибо вам.